Продолжение следует... 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 Видно достаточно из слайда, то есть мы понимаем, что на сегодня, к сожалению, медиана достаточно невысока, то есть 3 года. И мы видим с вами этапы, с чего мы начинаем, и, собственно говоря, прогрессия здесь, и был прекрасный доклад, вот здесь появляется местный Алапарима, как раз после, или даже, может быть, перед химиотерапией. Почему важно было, возвращаясь к клинической классификации, стратифицировать больных по объему и по риску? Для того, чтобы правильно подобрать варианты терапии, мы видим с вами монотерапию АДТ, то есть это понятно, то есть мы здесь ничего нового не скажем. А если говорить о комбинированной терапии, то есть при высоковой опухолевой нагрузке у нас, как и выбрали АДТ и Децитоксел, ну, схема абиратурона АДТ у нас не зарегистрирована, но есть такая опция, и для того, чтобы не мучить, можно, собственно говоря, использовать АДТ с ингибиторами андрогенных рецепторов второго поколения. Почему, возвращаясь опять же, то есть это, конечно же, время выживаемости? В среднем на АДТ до прогрессирования и развития резидентности у нас не более года. Если говорить о Децитокселе, то около 20 месяцев. Если говорить на использование андрогенов второго поколения, мы видим, то есть достаточно большую, более 4,5 лет до развития кастрационной резидентности. Снижается риск смертности почти наполовину, и мы видим по сравнению с плацебо. Если говорить о прогрессировании на фоне метастатического гормоночувствительного рака, мы видим, что уровень ПСА достигал неопределяемого уровня почти у 2-3 наших пациентов. Назначение препарата второго поколения СДТ улучшает результаты последующего лечения на стадии уже метастатического кастрационно-резистентного рака и снижая риск повторного прогрессирования смерти почти на 40%. Конечно же, встает вопрос о качестве жизни, и здесь он достаточно вставал часто. И мы видим, что на использовании ингибиторов андрогенных второго поколения сопоставимы были нежелательные явления. И даже при кроссовере перехода с плацебо на аполутамид мы получаем, собственно говоря, сопоставимые результаты. На сегодня нет прямых сравнений ингибиторов второго поколения, но в этом году вышла статья при немета-статическом кастрационно-резистентном раке сравнение аполутамида и доболутамида. То есть там показали в статье, собственно говоря, одинаковые результаты. Нежелательные явления. Вы видите, что они чаще всего модифицируемые. Почему я акцентировал внимание на возраст? То есть работая с пациентами, мы можем в большинстве случаев избежать нежелательных явлений. Мы знаем, что это взрослые, коморбидные пациенты. То есть мы можем акцентировать внимание именно на те моменты, которые у них есть. По качеству жизни вы видите, что на сегодня по шкале использование аполутамида и АДТ-терапии, ну, собственно говоря, не хуже, чем по АСБ-АДТ. То есть это говорит о хорошей переносимости и в конечном итоге эффективность. Одно из знаковых исследований по препаратам-ингибиторам второго поколения было титан. И на сегодня мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели и сравнили свои знания именно с этим исследованием и какие утверждения были бы верны. Голос. Пожалуйста, голосуем, коллеги. Голос. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...